Друзья, если у вас нет возможности читать повесть Михаила Салтыкова-Щедрина о том, как один мужик двух генералов прокормил, смотрите это видео. Это сказка о таких людях, которые сами из себя ничего не представляют, но при этом считают себя хозяевами мира. Написал сказку Салтыков-Щедрин в 1869 году. События происходят в тот же период. Итак, жили как-то два генерала. И вот однажды они по щучьему велению очутились на необитаемом острове. Всю жизнь генералы работали в какой-то регистратуре, поэтому были туповаты. Когда регистратуру ликвидировали, генералы поселились в Петербурге. Ничем полезным не занимались, но хорошую пенсию получали. И вот как-то утром они проснулись на острове под одним одеялом. На шее у каждого из них орден висел. Ничего понять не могут. Подумали, что всё это им снится. Но нет, всё было по-настоящему. Вокруг сплошное море. Заплакали парни. – И чё нам теперь делать? – спросил один. – Кофей Кубы, – ответил второй. Один предложил разделиться и пойти на запад и восток. Вечером вернуться на это же место и всё друг другу рассказать. – Давай, – согласился второй. – А где запад и восток? Они знают, генералы, как определять стороны света. Постояли, потупили. Потом решили пойти налево и направо. Это гениальное решение предложил генерал, который когда-то был учителем каллиграфии. Поэтому был чутка умнее. Так и сделали. Один пошёл направо. Увидел деревья, на которых были плоды. А достать не может, потому что залезть на дерево не в состоянии. Пошёл дальше. Видит ручей. А в ручье полно рыбы. А ловить-то рыбы не умеет. Зашёл в лес. А там зайцы, рябчики, тетерева. Пооблизывался и вернулся. Второй генерал нашёл старый номер газеты «Московские ведомости». Легли генералы поспать. Они спится голодным. Думают, кто же за них их пенсии получать будет. Для генералов было открытием то, что человеческая еда сначала плавает, летает, бегает и на деревьях растёт. «А кто же нас кормить тогда будет?» – спросил один другого. «А я бы свой сапог съел или перчатки», – ответил другой. Затуманил голод их разум. Вцепились генералы друг в друга. Один съел орден другого. А потом вдруг успокоились парни. Чтобы отвлечься от мыслей о еде, решили поговорить на разные темы. И всё равно все разговоры сводились к еде. Взяли газету почитать. А там тоже всё о еде. Загрустили генералы. И тут один, который умнее, сказал, что им надо найти здесь мужика, который всё за них будет делать. «И где его взять?» – спросил другой. «Так мужики везде есть. Надо только хорошо поискать». И пошли генералы по острову мужика искать. Долго искали. И по запаху мужицкому нашли его. Мужик спал под деревом. Генералы аж возмутились. «Как это можно мужику бездельничать? А ну, марш работать!» – закричали они на него. «Хотел было мужик сбежать, но не смог. Полез на дерево, сорвал генералам спелых яблок, а себе взял одно кислое. Из земли достал картоху, затем добыл огонь. Из своих волос сделал селок и поймал в него рябчика. Затем изжарил еду на огне. Сидят генералы, едят. И так им хорошо стало, что даже подумали – может, что-нибудь тунеядцу дать? – А хорошо быть генералом, – сказал один. – Нигде не пропадёшь. Велели генералы мужику свить верёвку, а потом на ночь ею привязали мужика к дереву, чтобы не сбежал. Прошёл день, второй. Генералам хорошо. Они сыты, довольны, спокойно могут газету читать. Вот только гложет их мысль об их пенсиях в Петербурге. Прошло какое-то время. Соскучились генералы по дому. Начали они мужика доставать, чтобы вернул их в Петербург. И построил мужик посудину, которая довезла их всех до Петербурга. А в пути боялись генералы волн морских. Да мужика постоянно ругали за тунеядство. Приплыли в Питер, надели генералы мундиры и поехали в казначейство за пенсиями. А мужики не забыли – дали ему рюмку водки да пятак серебра. Веселись, мужик! Вот такая сказка, друзья!